Всем привет, народ, меня зовут Сергей Лав, и я толком не знаю, как озаклавить данный ролик, пусть будет что-нибудь 100 часов хардкора, или 100 часов страдания, или что я узнал за 100 часов, или что я узнал за 100 часов о том, как побеждать, и вот что-то такое, потому что какой-то вот чёткой темы нету, есть идея, вы её поймёте, вот, но начать я хотел бы, скажем так, с разогревочной такой части, ну и да, если что, я насидел больше 100 часов уже в Эксиане, В последнее время я играю очень мало, так раз в несколько дней каточку катаю ради Дейлика, вот, потому что, ну тут, блин, Лимбус, Факторка, там, Финал на горизонте, Пои, ну, короче, чё-то как-то вообще не находится со временем, вот, тем не менее, я на игру не забиваю, потому что игрушка топовая, если вы её пропустили, рекомендую, если вы не в курсе, что это такое, посмотрите, у меня хотя бы на канале, какие-то стартовые ролики, вот, и вот для разогрева Хотелось сказать, что был какой-то комментарий, я не помню, говорил его или не говорил, может быть, говорил в каком-то ролике, который не выложил, но, в общем, комментарий, вот, знаете, вот, хоть стой, хоть падай, называется, человек говорит, что, ну, там, что-то типа бла-бла-бла, игрушка прикольная, но мне не нравится то, что Другие игроки видят мою колоду и ломают мне геймплей И вот ты такой сидишь и вот глазами хлопаешь, и вот, понимаете, не имеешь, что ответить чуваку, ну, то есть, как бы, это ПВП-игра, алло, в этом и суть, как бы, в этом и мякотка, в этом и кайф То, что есть взаимодействие игроков между друг другом Если бы каждый сидел просто свою колоду раскладывал, это был бы какой-то пасьянц, правильно, кто эффективнее свой пасьянц разложит Да и опять же, если ты просто хочешь раскладывать карточки, ну, играй в ПВЕш на эти автобаттлеры, их миллиард, их ежемесячно выходит десятками, и они унылые говнища, именно потому, что вот именно, что ты просто раскладываешь пасьянцы, это скины на пасьянца, это абсолютно неинтересно, никакой искры не приносит Потому что, ну, ты знаешь, какие монстры, какие у них статы, какие у них колоды, и вообще всё на свете И паттерн их поведения даже очень быстро узнаёшь, да, потому что он фиксированный достаточно, ты находишь какие-то абузы и прочее, 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 и, в общем-то, это просто неинтересно Я не знаю, кому это нравится, вот, иксиан этим отличается в корне, потому что, вот, вроде бы, одни те же персонажи, одно и то же, но что кому придёт, хрен его знает Как игрок там будет думать, тоже хрен его знает, ты можешь круто собраться, но всё равно проиграет, потому что, ну, вот, потому что, да Потому что здесь не только, вот, в свою дуду надо дудеть, и, вот, это, это просто киллер фича этой игры, и киллер, она, не потому что она тебя убивает, а потому что, вот, ради неё этого стоит играть И это приносит просто колоссальный кайф И тут чел говорит, ну, мне это не нравится, это, говорит, плохо Алло, это то же самое, я не знаю, что пойти поиграть в футбол и сказать, ну, блин, игра прикольная, но мне не нравится, что там чел стоит в ворот, они дают мячик забивать Вот, ну, я не знаю, или пойти в шутан играть, и говорит, ну, игра прикольная, мне не нравится, что в меня стреляют Мне стрелять во врагов нравится, а когда враги в меня стреляют, в ответ, мне не нравится Причем я челу написал, знаете Ну как бы все видят колоды друг друга Ты тоже можешь контрить врага На что чел, ну, то же самое мне повторил Меня контрят Ну так, ну, конечно, если ты сидишь как дурачок И вот только свои карточки раскладываешь Ну да, ты будешь сосать Виму, скорее всего Хотя, на самом деле, не все колоды подразумевают Какое-то взаимодействие с врагом И можно, на самом деле, в свою дудуду деть И достаточно высокие ранги получать Ну, условно говоря, там 2500 ты спокойно можете взять Я думаю, даже трешечку вы тоже наберете Если вы прям реально очень хорошо понимаете Просто вот то, что у вас есть И как из этого выжимать Хороший качественный вэлью Но, конечно, чтобы врываться в топище Нужно желательно, желательно Уметь, как бы Контрить врага Это ключевая фактическая особенность Да, не у всех колод, не у всех сект это есть Но я вот наиграл больше 100 часов И, в общем-то, я не знаю, здесь есть где-то Здесь, наверное, нет никакой статистики Было бы очень интересно На какой секте я больше всего матч Это играл Но процентов 80 это Секта вот с гексограммами Не помню, как она там называется Что-то там павильон, короче Вот, да Гексограммовый павильон Вот Потому что Она самая интересная Самая динамичная Самая гибкая На мой взгляд На самом деле нет Но вот пришлось мне по душе И у нее есть действительно Какие-то контры против оппонентов И ты можешь не просто в свою дуду деть Но еще И что-то делать против врага И вот я сегодня зашел И просто максимально нагляднейший вам Примеры как побеждать Вот что я узнал Как побеждать Главное Контрить врага Потому что, как я уже сказал Ты можешь набрать крутую свою колоду Ты можешь посмотреть колоду в интернете Которая там топ 1 In the world Супер мета И так далее Стар разрабы тут выпустили Официальный терлист колод Да Ты можешь вот в голове держать Вот все вот Идеальное Мои 8 карточек Все Сейчас я их соберу И дальше еду Просто смотрю на бои Лутаю победы Да Ты можешь вот как бы сидеть И думать, что так оно будет А в итоге Бац-бац И ты там на 3-4-5 месте В итоге заканчиваешь Потому что, ну вот Как бы Тебя разматывают У меня был, кстати, один матч Я его не сохранил Очень показательно Где я шел очень хорошо Победа лили с прям рекой Я думал, вообще все Кайф Вот реально Сижу, балдею И там чел на школьнике Не помню там Как персонаж называется Ну, короче, пацан На пацанях Он просто Поставил две карточки Которые все мне сломали И я без шансов уехал Но Как бы я не сгорел Я не говорю, что это плохо Потому что, ну Чел справедливо Заработал свою победу Да То есть он посмотрел Чем я играю И сделал то, что надо Вот Это прям Развал был Конечно Чем закончилась история Я, конечно же, не помню Это было очень давно Вот Тем не менее Смотрите Вот такой вот Челекс Мне попался И мне показалось Что это Прям совсем Могила Просто давайте Посмотрим Как выглядит бой Против такого Челекса Это Челекс Который ничего не дает Тебе делать Кстати, да Здесь завезли Немножко квола В игру Над игрой работают Это очень приятно Например В длинных боях Дали возможность Скипать бои После 32-го хода И там вот это Нудятино Где ты просто На хиле играешь И там просто Сидишь Смотришь Как тебя в стену Долбятся Это можно Подскипнуть Можно было бы Конечно Добавить чуть раньше Эту функцию Не на 32-ом ходу На каком-нибудь там Ну, в общем На каком-нибудь 25-ом Может быть Но это уже Ход Ход вперед Короче Прикол в том Что Чел просто Чейзится И особенность его персонажей В том, что Если в последнем слоте Ничего не стоит У него такая карточка Которая просто-напросто Заставляет меня Пропускать ход Он ее триггерит Дважды Соответственно Я пропускаю Два хода При этом он там Что-то подхиливается Или что он еще там делает Короче, я просто Умираю со временем И да Я что-то тут делаю Раз-вногда Как вы можете заметить Но игры от меня нету Все Я парализован фактически А он продолжает Накручивать Свои карточки Ретригерит Стартовую карточку Которая навешивает Мне, по-моему Дебаф на Атаку Да, декресс атаки Соответственно Чем больше он Свои прокрутки делает А прокрутки он делает Точно быстро Потому что у него есть Колокол, который Скипает две карточки По-моему Колокол же скипает Две карточки Да? Нет Ну, короче Где там тут Скипает две карточки Вот Соответственно Он быстро прокручивается Наваливает мне Понижение атаки И Убивать его Просто непонятно как К слову Вот эта карточка Она здесь не отображается Вот Ее здесь можно Посмотреть Вот Соответственно Я теряю 4 хп И не действую Ну, то есть Он просто меня Потихонечку убивает Еще он, по-моему От чего-то там хилится От чего-то там хилишь Ну, не суть Важно Принцип Вы поняли Я ни хрена не делаю То есть Вы видели Вначале Я что-то какой-то урон влил Внес Дальше Встал Порежняком Потому что Началось вот это Да Пропусти 2 хода Отдохни За челюстью Другая лег И Это достаточно сложная Колода Для игры Против нее Потому что Она тебя просто ломает Вот Я сам Я не играл Хотя это из моей секты Да Но вот этим персонажем Я не играл вообще И там еще одним Не играл Я на самом деле Играю либо мышью Либо Сяо Ву Или как она там С Верем Которая Ну, еще на медичке Поиграл Тоже прикольно На ней меньше игра Потому что Ну, я говорю Там просто стоишь Очень долгие бои Смотришь Достаточно скучно Вот Но тем не менее Казалось Все Тут моя конечная Другие оппоненты Потихонечку отсеивались Я неплохо шел Неплохо собрался Опять же На этой секте Я играю достаточно хорошо По моим меркам На других сектах Я, в общем-то И не умею играть особо Ну, может быть Еще на Милишке Там Через ядовитую Ну, ладно Есть у меня там Были опции Но я уже давно не играл И Сейчас уже сноровку потерял Просто-напросто Даже на этой секте Уже местами Отеряюсь Вот И У меня есть разные опции Да, я понимаю Что у меня есть разные опции Я знаю, что Какие-то карточки Могу оставить себе Какие-то карточки скинуть Чтобы где-то Что-то возможно поменять И играть как-то по-другому В зависимости от того Что там будет у оппонентов В зависимости от того Как будет складываться игра Да, то есть Я где-то могу там Зафорсить себе урон Где-то наоборот Его чуть-чуть ложить Где-то опять же Урон нанести Каким-то одним способом Где-то другим способом Где-то, может быть, еще что-то сделать В общем, опции и вариантов Есть Чем мне и нравится эта секта Но она чуть сложнее, чем стартера Я могу вам ее рекомендовать Но она сложнее, чем стартера У меня достаточно долго она не шла Если что, но, по-моему, это было в роликах Я просто сделал, мучился Просто там проигрыш, проигрыш, проигрыш Хотя вроде бы делаю Смотрю кучу стримов, роликов Вроде бы пытаюсь сделать то же самое, что и люди Проигрыш, проигрыш, проигрыш Я даже на Сяову Или как она там То есть стартовая планка Очков 2000 в рейтинге Я там до 1500 упал на ней Потому что мы просто вообще не шли Победы сейчас уже верну За 2000 и на мышке 2500 я взял Короче Суть моей колоды в том, что я просто Наношу урон, когда я получаю гексограммы Мне их даже не нужно использовать Опять же, есть опции использовать Не использовать Короче, я не могу вам рассказать всех комбинаций Но Если так вот прямо смотреть на колоду Когда я получаю гексограммы, я наношу урон Вот что я и делаю Соответственно, я хочу много гексограмм И куда-нибудь их подслить желательно Правильно? Вот, потому что есть вот такая Итемка, которая возвращает мне гексограммы Я стойко уверен, что ее текст поменяли Ну, это уже какое-то время прошло Может быть, неделю назад Или две недели назад Я стойко уверен, когда я начинал текст Звучал по-другому То есть Принцип работы остался тот же Все вроде бы то же самое Но текст поменялся Вот А что, по-моему, звучало, что Без Без вот этого Гексограмм плюс А может быть, принцип, кстати, поменялся По-моему, не было такого, что Гексограмм плюс X Было просто урон И дальше возвращает количество гексограмма Возвращает гексограмму по количеству Используемых апту Там До такого-то количества Текст, по-моему, отличался Вот Ну, я спрашивал в английском дискоре Там не то, что много людей сидят Меня заигнорили Вот Но я стойко уверен, что текст менялся Но это может быть неправда Но суть в том, что Она просто возвращает мне гексограммы Да На втором уровне Она возвращает 4 гексограмма Соответственно, здесь я Если это все замаксал Например, одну такую штук Я, это считайте, нанесу 20 урона Плюс, если Одна из этих гексограмм Будет тут же употреблена То есть, я трачу гексограмму Ну и верну ее Правильно, эта хрень Можешь нанести уже 30 урона Не кисло так там За синюю ткарочку Вот, соответственно Там На Сине-зеленом тире На третьем-четвертом Есть много разных приколдосов Которые можно крутить С 7 гексограммами Плюс, соответственно На четвертом тире Мышь кидает вот такую карточку Которая До 4 гексограмма У оппонента отнимает Один ци И вот как раз Первым ходом кидать ее Особо не интересно Эту карточку Как правило, она Ци врагу не срежет А вот где-нибудь там Вторым-третьим ходом Уже неплохо И, например Можно вот этих штук Две собирать Две второго уровня Будут по 4 урона давать То есть, это Считайте 8 урона за каждый гексограмм То есть, вот эта штука Будет наносить 8х4 урона И эта штука 8х4 плюс 10 Вот А на третьем Так эксперт Ну, вы поняли Да, то есть Это Как бы принцип Работы колоды Получаю гексограммы И дальше там уже Ну, точнее Наношу урон гексограммов Ну, соответственно Я в первую очередь Хочу получать А дальше уже там По ситуации думать Вот В этот раз у меня сложилась Достаточно хорошая Последовательность Как вы видите Я на мышке играю Через Флуиста Мне нравится Больше всего Но Можно играть С разными Другими опциями Собственно Почему Флуист Ради Исключительно Ради Вот этой карточки На самом деле Я в какой-то там ролике Говорил, что Я больше рекомендовал Тот там Садовника Короче Который выращивает Я что-то вообще Не играю Ни на одной колоде По-моему Он не особо-то и заходит Вот По-моему Флуист Намного прикольнее Художник Флуист Музыкант Ну, опять же Музыкант Ситуативный И Эликсирщик Вот И здесь Флуист Ради вот этой карточки Потому что это дают Чи и Чейз Я очень Поначалу Избегал таких карточек Потому что Это один раз Ты получаешь Чи Если типа Ты долго играешь То у тебя в какой-то момент Оно закончится Вот Но Опять же С опытом приходит понимание Что долго Как правило Ты не играешь Вот А если Начинает Точнее Происходить что-то долго И как правило Ты просто там уже Гарантированно проиграл В принципе Вот Это опять же Против какого-нибудь Хила То есть Если ты хила не слил Там за первые два круга Даже за первый круг Или там за полтора Скорее всего Он дальше будет захиливаться Жёстче Чем ты наносишь ром Потому что ты его Не разгоняешь Как дополнительно И там уже не важно На самом деле Потеряешь ты где-то ход Или не потеряешь Вот Но Зато это Чи Плюс Чейз Ради чего нужен Вот этот Чи Чейз Собственно На самом деле Даже Чи Для того чтобы Кинуть вот эту молнию Можно Было сразу Например То есть Я чизюсь Вот в эту Да Карточку Эти обе считайте Уже повторяться не будут Накидываю себе Четыре гексограмма И дальше Сразу кидаю молнию То есть Это первый ход Второй Третьим ходом Могу кинуть молнию Да Она затригерится Не пять раз А четыре А один раз будет На удачу Но тем не менее Это пять раз На первом уровне Восемь урона Четыре точные раза Четыре на восемь Сорок восемь урона С шансом Ещё сверху Восемь урона Докинуть И это уже Вот здесь Считается Если же например Есть такая карточка То в принципе Чи чейс уже не так нужен Вот Потому что здесь Я получаю один чи И это позволяет Опять же кинуть молнию Я говорю Блин там опции Вот комбинации Просто миллион В этой колоде Даже вот на этапе Где казалось бы Всё вроде бы понятно Я даже Вот если всё пересказывать Буду это очень долго Вот Тем не менее Я это использую Просто потому что Ну по сути дела Это просто Скипни ход Карточка Она слот занимает Ничего особо не делает Но и вреда не наносит Вот Потому что я уже там Какие-то другие камбухи Себе раскрутил Вот Есть ещё такая карточка Как Змея Которая наносит Дебаф По следующей карточке Наносит Больше урона На сорок процентов Вроде как Опять же Неплохо Эта штука Кидается перед Там той же молнией Потому что Вот эти 10 урона Превращаются в 15 Ой в 14 урона И 4 на 5 Это плюс 20 урона Плюс она сама Наносит На самом деле Тут написано 6 Она носит На 8 урона Потому что Свой урон Она уже наносит По вот этим стакам И это уже Получается Карточка Которая играет На 28 урона Вот На первом уровне К сожалению Она только на один ход Действует И это не очень прикольно А вот На втором уровне Она уже действует На 2 карточки То есть Вот эти обе карточки Будут биться Вот в этот Пробой щита И Соответственно Это еще больше урона То есть Это за 30 урона Ну тоже неплохо К сожалению Это достаточно медленно Поэтому вот На ранних этапах Третьего Четвертого тира Я ее использую На пятом тире Я как правило Не избавляюсь И В угоду Каких-то других карточек Которые Ускоряют прокрутку колод Или еще что-то такое Там чиза Все дела Вот Тем не менее Тоже сильная карточка Нужно уметь ей пользоваться И понимать куда ее впихивать Вот Но Это вот к слову То что у меня Здесь есть Сошлось Вроде бы неплохо Самая крутая карточка Конечно же Это вот этот Heaven Hexagram Потому что Это плюс Чи Плюс Гекс Плюс Чейс То есть Это все нужно Вот Практически Почти ключевая карточка После вот этого Я бы сказал Вот Даже молния Это необязательная штука Тем не менее Я к чему Все это клоню Ребят Я вам расписал Вот все свои карточки И здесь Полный Кайф Полный балдеж Почти что полный фарш Тут очень тяжело Что я бы сказал Можно сферически Вакууме улучшить Ну например Вот эта карточка Была бы выше тиром Но Получил бы я больше Чи Мне Чи не нужно Оно мне и так есть Правильно Избыточно А больше двух кругов Здесь Боя длиться не будет Да Она будет там Еще на 1-2 Гекса больше давать Но как вы заметили Чуть-чуть урончика Там 5-10 урона Бой бы мне не выиграла Сюда Еще один стак То есть она Не на 3 стака Будет накладывать Змея Если она Прокачать А 4 Да Конечно Прикольно Но в этом бою Не сделает Ровным счетом Ничего И вообще Очень сомнительно Что хоть что-то Какое-то прямое Улучшение карточек К чему все Какое-то прямое Улучшение карточек Могло бы принести Мне победу Ну вообще Собственно Ничего Мне кажется Даже если они Все были бы Максимального уровня Вот эту не прокачать Понятное дело Ну базовый способ Стандартный Есть хитрый способ Ну внизу И очевидно Что я Если ничего Не предприниму Я проиграю И здесь Нужно что-то делать Нужно думать Но что думать Если у оппонентов Вся колода Блин по сути дела Две карточки Которые он просто Крутит Блин До бесконечности Правильно Он скипаю карточки Триггерю последнюю Бесплатную свою карточку Которая заставляет Меня пропускать ходы Ретриггерю Дебаф На первом слоте И опять все дело Повторяю И все Вот что я против него И самое интересное Вообще Где В каком моменте Я должен что-то Предпринять Против него Вот Но начал я Раскручивать эту тему Немножко с другого конца Смотрите Он наваливает Мне очень много Понижения атаки То есть Каждая атака Срезается По уронам И вот Эта штука Начинает выглядеть Очень слабо Потому что Даже под тремя стаками Это считаете Уже не 5 на 10 А 5 на 7 А под шестью стаками Это вообще 5 на 3 Ну вы поняли 5 на 4 То есть Урон от молнии Катастрофически падает И полезность этой Карточки Соответственно не очень И я думаю Я не смогу нанести ему Достаточно урона Если я буду продолжать Наносить ему атаки Но прикол гексограмма В том Что это не атака Это дэмэдж Да Здесь сказано Что это нанести дэмэдж Но это такой Блин Я не знаю Как вам сказать Непрямой какой-то дэмэдж Он не срезается Вот этим дебафом Понижением атаки Я не знаю Как это работает Но не снижается Вот Соответственно Я подумал Что мне нужно Как можно больше урона Через гексограмму Пытаться заваливать И только тогда У меня есть какой-то шанс Поэтому я начал Что-то менять И вот Первый результат Здесь правда Все пошло Не по плану Ребят Здесь зато есть Другая интересная Камбуха Которая вы можете Взять себе на вооружение Собственно Почти что Ключевая Штука Ради чего Ну вот Не считая молнии Но молния Это такой проходной этап Я бы сказал Для колоды Ну по крайней мере Мне так кажется Я так это воспринимаю Хотя молния сильная Да Вот Ради чего я все-таки Беру флуиста Ради вот этой карточки Следующая карточка Триггерится дважды Здесь есть Двойное дно Ну то есть Вы ее не можете сыграть Очевидно Первым слотом Потому что она требует Вентилятора Если только вы не нашли Где-нибудь у вас есть Стартовый вентилятор Но это будет Один всего лишь вентилятор И он закончится И там Ладно Потом возможно Вы восстановите себе Да Где-то еще найдет Все эти вентиляторы Но Не всегда заезжает Это свойство Вот А здесь считается Я это первым ходом играю Ну и опять же У меня плюс Четыре Плюс четыре ци Получается Вот Соответственно Вот эти вот карточки Которые можно сыграть Только один раз Да Которые играются один раз Продолжительно Их можно триггерить дважды И вот эта карточка Активируется дважды И дальше Каждый гексограмм Наносит Десять урона То есть Вообще По умолчанию Типа ты хочешь Часто Две карточки Вот эти поставить В первые слоты Сказал Чтобы Ну На втором уровне Скорее всего будут И чтобы ты получал Восемь урона За гексограмм Но Здесь я получаю Десять урона За гексограмм Как вам такое Это первый слой Балдежа Который здесь наступает И дальше урон Вваливается С каждого гексограмма Просто колоссально Плюс я Решил А что бы не поставить Вот эту штуку Просто ради чейза Дополнительного Правильно Вот Но Кое что пошло Не по плану Вот скажите Что здесь Не по плану пошло Я вот не посчитал В общем Я что-то Опять же Задумался об одном Но внимательность моя Как всегда На высоте Смотрите Что произошло Благо Как вы можете видеть Это не привело К каким-то фатальным Последствиям Здесь все Здесь все как часы Это отработанная стратегия Затригрил дважды Накидал Гексограмм 40 урона Просто С карточки Со своей Которая ничего не делает Еще урон И бац Никакого урона Потому что у меня Вентиляторов больше Что-то карточка Докидывает 2 чи И докидывает 5 Чего-то Смотря чего у тебя больше Чи, гексов Или Старпауэра И Проблема в том Что у меня слишком много Чи с Вот этой карточки Оказалось Перевес И у меня Эта карточка Докинула в Чи А не в гекса Если бы она Докинула мне гексов Чел бы уже там помер Но как видите Он не помер И Дальше пошло Пошло На мне уже 9 дебафов Атаки То есть у меня там Молния наносит 5х1 урона Здоровски Да А зато Мои гексограммы Продолжают вваливать По 40 уронам И здесь вы могли Увидеть второй слой Вот этого Так Да Вот этого Следующая карточка Триггерится дважды На первом круге Триггерится дважды Вот эта карточка А на втором Вот эта вот карточка И вот эта карточка Как вы могли заметить Наносит 40 урона На втором ходу Она ввалит 80 урона То есть это Ну на втором Не ходу А круге Если до этого Дело дойдет Это просто колоссальный урон Можно конечно сюда Поставить вот такую штуку И это будет еще на Сколько там На 10 урона На первом круге Больше А на втором На 20 Но я Поставил так Просто Ну я не знаю Я посчитал что это Непринципиально Вот Но возникла проблема Причем очень печальный момент В том что у меня На руке В один момент Было Вот эта карточка Улучшенная И не улучшенная Если что На первом уровне Надо 2 Чем На втором 4-6 Я такой Ну наверное Мне не нужно Больше чем 4 В любом случае Потому что Ну вряд ли Бэй будут идти дольше Правильно Поэтому ловить еще одну Чтобы склеить ее В третий уровень Я не хочу Поэтому просто Ее там выкину И так далее Вот я ее выкинул И такой Блин После этого Раунда Такой Вот если бы она у меня была Я бы сейчас лучше поставил сюда Плюс 2 Если бы я ставил сюда Плюс 2 А не плюс 4 Я думаю все бы нормально Причем я посчитал До записи ролика Все нормально там получалось И Здесь Доваливалось бы 50 урона До Челикса И на этом матч бы закончился Но Как бы Опять же Что сделано То сделано И нужно было предпринимать Какое-то действие Чтобы избавиться От этой фиганины Я избавился Челикс тоже Несколько Поменял Свою стратегию Понял что Я валиваю Что-то как-то Жирненько Да Но не тут-то было Я Смотрите Просто У меня тут опять же Карточка на руках Ключевая карточка Которую в этой секции Нужно всегда оставлять К сожалению Работает только на старпоинте Но скипает Карточку оппонента Следующую Это вот Что 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 можно Чем можно сломать Почти любого оппонента Если правильно Вкинуть В нужный момент Вот И опять же Здесь важное понимание Есть штуки Которые не нужно кидать Прямо сразу Да То есть вы видите О я сейчас могу Законтрить врага Все побежали Контрить Лучше Придержать свои козыри Потому что вы его Законтрите И Челикс возможно Поймет Ну Как-то адаптируется Под следующие раунды И Вы козырь уже Свой сольете И там уже Непонятно что будет делать Надо пробовать Как-то там Придержать козыри Но тут У меня последний хп Очевидно Я либо выигрываю Либо проигрываю Да Здесь уже удерживать Совершенно Не за чем Не за чем удерживаться Вот И можете увидеть Сейчас Как пошел бой Немножко в другом Русле Да То есть я накидал урон Здесь все Хорошо И тут бац Скипосики И здесь уже Не получается Того что я пропускаю Два хода Я пропускаю лишь один хода А это уже Гораздо приятнее И все Вот Чел закончился До свидания Я ему сказал К сожалению Чел был Очень плотный Потому что Он наваливал урона Ну то есть Он как-то Очень рано Собрался И он сидел Вот первым Почти Ну в общем-то Он всю Вообще Всю турнирную сетку Он сидел первым К сожалению К сожалению нет Не остается Никакой турнирной Общей сетки Жалко на память Чтобы вам показать Да Но чел У него было 70 Дестани И вот он на этой планке Вот как вкопанный Встал И все И он просто Это Дестани Не проигрывал Чтобы вы понимали Я первый Кто его победил Там за 19 раундов То есть он в каком-то момент Ну то есть Он где-то рано там Проигрывал Да Но я говорю Вот у него как 70 Было Все Никто его не побеждал Только я его на 19 раунде Смог обыграть Вот И на 21 раунде Он предпринял попытку Что-то опять же Поменять И адаптировать Под мою колоду Да Но У меня особо Опций не было Что менять Ну то есть Можно было что-то поменять Разе того Чтобы поменять Правильно Для того чтобы Раз вероятно Оппонент будет пытаться Контрить то что у меня есть Надо что-то Подвинуть Чтобы контракт Пошла не туда куда надо Но я подумал Что что-то как-то непонятно Что я могу сделать интересного И Боялся что я Просто сломаю Свою игру Вот То что у меня есть Но Забавно то что Здесь вообще Получилось Вот таким образом У него пошла Просто обратите внимание Что здесь происходит Просто Просто обратите внимание У него происходит Скип Последней карточки По-моему Если не ошибаюсь И Дальше чел сам уходит В какую-то петлю Бесконечного скипа Карточек Да То есть здесь все нормально У него Нормально Играем Играем Здесь он Следующая карточка Активируется дважды Окей И бац Скип моих ходов Пролетает И он активирует Вот эту карточку У него просто Смотрите Это первая активация Пошла вторая активация И у него активируется Автоатака В итоге И все Я сломал ему Последовательность И он никак не смог Никуда адаптироваться Вот вам Ребят Примерище Да Как убеждать Что делать И вообще В чем замечательность игры Это именно Взаимодействие с оппонентом Да То есть Мне бы не видать Было никакой здесь победы Если бы я ничего не делал Чел конечно пытался Что-то со мной сделать Но Сорян Я оказался лучше В этот раз Взял победу Первое место Влетел в 2500 У меня кстати были Примеры Я сейчас попробую поискаться Может быть я еще что-то интересное Сейчас быстренько покажу А блин Короче Народ фиг знает Посмотрел Штук 20 Пролистал там реплеев Даже больше наверное Не нашел То что хотел показать Короче Возможно Если вы играете Встречали Такую Карточку Ну по-моему Карточку музыканта Которая добавляет Урон Обычным атакам И играют И очень просто Ставят в первый слот Все остальные слоты Пустые Соответственно Там обычная атака Наносит 3 урона А с этой карточки Она начинает там Валивать 10 например Урона Или их можно поставить 2 Их как правило 2 и ставят И там По 11-12 урона Автоатаки Просто тебе лицо отрывают И это играют На ранних этапах Там 2-3 тир На этих тирах Выдерживать такой урон Достаточно проблематично И я проигрывал Вообще всегда Когда это попадалось Против меня Вот И в какой-то момент Мне Вот знаете Случилось Классический Хватит это терпеть И я решил сам Этим сыграть Вот Тем более Я играл музыкантом Прекрасно Вот Я сейчас может быть Просто карточку Найду для демонстрации Вот Она одна такая Добавляет Вот 6 урона Соответственно 2 вторых Вот ставишь 2 вторых У тебя Автоатаки 15 урона Даже наносит То есть 15 урона С 2 первых 11 Вот То есть вообще Жесть полнейшая И что бы вы думали Да Пару матчей Пару раундов Я выиграл А потом проиграл И проиграл не потому Что против меня Чилл скрути Лишь и колоды вышел А знаете что он сделал Он убрал вообще Карточки все свои И И это Контра Почему Я трачу 2 хода Чтобы накастовать себе Вот этот Точнее Плюс урон Он Он не себе дается Он обоим игрокам дается Я трачу 2 хода Не атакую А у него первые Слоты Атаки И он Считайте 2 атаки Больше делает чем я И все Этого хватает Чтобы меня переиграли И я такой Вау Оказывается Это можно так Контрить И У меня было Несколько Матчей Вот Я что-то их не добавил В избранные К сожалению Где я Контрил оппонентов Таким образом То есть Я смотрю Что там Оппонента Вижу Вижу Вот Эта Хрень У него Я просто Сбрасываю Все свои колоды Оставляю Пустую руку Вообще Все Просто Обычные Атаки Он Если ничего Не меняет Здорово Отличная Победа После этого Как правило Оппоненты Сразу же Меняют Свою руку И начинают Что-то Играть Правда Это уже С другими Оппонентами Но Суть Того Что ты Лутаешь Халявную Победу Это Опять же К теме Того Что Надо уметь Контрить Оппонента Надо контрить Уметь Какие-то Комбы Сочетания И вот Здесь Опять же Для контрения Вот этой штуки Не нужно Обладать Ничем Кроме Тем Чтобы Знать Как это Делать Вот И таких Микро моментов Конечно В игре Много Всех Их не Описать Тут Только Как бы Играть Наигрыш Опыт Понимание Ситуации И так далее И тому подобное Потому что Порой Хватает Какую-то Карточку Местами Поменять Еще что-то Сделать И это Уже Может быть Ключевым Фактором Для вашей Победы Или наоборот Проигрыш Вот Скиллзависимая Игруха Я сразу Сказал вам Вот Это вам Не посидеть Тут Фигней Позаниматься Вот Но На последнее время Я хорошо Стою Комфортно Чувствую То есть Да Бывает Что я прям Восьмым Вылетаю Но в целом Уверенно Так скажем Вылетаю Бывает Уверенно Ну Топ Четыре Я частенько Забираю Тут Делики Там Одна Два За Две Игры Практически Сто процентов Я Топ Четыре Остаюсь Вот Чтоб Делик Сделать Там Нужно Ради Ста Денег Если что Я практически Выкупил Весь шоп Вот Осталось Триста Монет Ну Весь шоп Это еще Весь персонаж Один Остался Как раз Таким Пацан Вот Допустим Три дня Делик Сделать И все Дальше Только Скины Покупать Вот Но я Стал Очень мало Грать Ладно Давайте Не буду Затягивать Я поделился Вот И матчем Которым Я хотел Поделиться И идеями И соображениями И так далее Там подобное Знаю что Игруха Не спросовый Поэтому Опять же У меня Была Мысль По некоторым Разным Своим Матчам Разбор Записать Типа Гайдов Что делал Как делал Ну вообще Какие-то Свои знания Понимания Передать Вам Но Опять же Спроса Совершенно Нет никакого Вот Поэтому Я что-то Подзабил А потом Забыл И забил Еще больше Ну вот Хотя бы Вот этот ролик Я записал Сразу же По горячим следам И то Хорошо Ладно На этом точно Все Еще увидимся